Вечером 26 октября Цахал попытался отдельными группами начать наземную операцию в секторе Газа, но были встречены палестинским сопротивлением. Как сообщается, некоторые группы попали в окружение и были уничтожены. И вот в эти часы вновь разворачивается картина ужасающего геноцида в секторе Газа. Израильская армия Цахал, похоже, начинает самую масштабную наступательную операцию с момента начала войны. Предвестием наземной операции стали массированные артиллерийские авиационные удары, раздавшиеся вечером 27 октября. Это событие приобрело новый масштаб после того, как Илон Маск, основатель компании SpaceX и Tesla, активировал свои спутники Starlink и обеспечил связь для преступников из Цахал. Вода и свет в Газе были выключены, а портативные дизель-генераторные станции, обеспечивавшие базовые потребности граждан, были уничтожены. Звучат взрывы от авиаударов, а в небе слышны самолёты и беспилотники. Артиллерия и ракетная система HIMARS регулярно обстреливают территорию сектора Газа, убивая всё больше невинных женщин и детей. Сообщается, что в зоне оккупированной территории более 85 тысяч боевиков Цахал. Эта операция представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья более чем 2 миллионам 600 тысячам мусульман в Газе. Израильские летательные аппараты наносят удары по всему региону, вызывая массовую гибель людей. Цахал полностью отключил в Газе телекоммуникации и интернет, погрузив анклав в изоляцию и информационный вакуум. Картина о разрушении страха растёт с каждой минутой, напоминая всему миру о беспощадной войне, которую устроили израильские сионисты в секторе Газа. С момента начала бомбёжки Израиля погибло 7 326 палестинцев, в том числе 3038 детей и 1792 женщины. Около 18 967 граждан получили ранения. Мы просим Всевышнего Аллаха даровать терпение, облегчение и, самое главное, победу палестинцам. Станьте причиной выхода подобных роликов на нашем канале, пройдя по ссылке в описании. Иншаллах, это будет вам записано как непрерывное вознаграждение. Да вас даст Аллах многократно. Субтитры сделал DimaTorzok